Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 14 июля 2022 года. И я иду в два магазина, которые расположены от меня в 20 минутах ходьбы. Это я сейчас медленно иду. Конечно, я всегда хожу быстрым шагом. Сегодня у нас прошел дождик. Небольшой, правда. В течение двух дней было два дождя. Вперед еще больше было. Очень много. Не было долго дождя. И мы очень рады этим двум дождикам. Так свежо. 12 час дня. Но солнце уже парит просто. Наверное, еще будет очень сильный дождик. Я вышла на улицу. Не только магазины пройти. Но и зайти в некоторые места, которые я приглядела раньше. Они мне нужны для съемок. Хотя у меня там материала очень много. На 40 видео, наверное, хватит. И дважды в этом году даже было, то, что из 128 гигабайт на смартфоне у меня дважды было загружено все. Пришлось освобождать память, соединять видео. Какие-то даже дважды, два раза пришлось выпускать по длинному видео и шорцу. Два раза в день. А так я обычно по одному разу в день выпускаю. Потому что понимаю, всем некогда. У всех ограниченное время. И многие даже почему-то трех минут не смотрят. Хотя надо стремиться к этому. Я, например, смотрю со смартфона одновременно и с компьютера. За редким исключением, когда еду с работы на работу, только со смартфона. Всех друзей надо же выручать. Меня же выручают. Спасибо вам огромное за это. Я очень благодарна. Вот сейчас я подойду к одному месту. Сделаю съемки. Если он там, конечно. Но это интрига. Я не могу сказать, кто там находится. Это будет в видео. И, конечно, не в следующем. Дождет своего череда. Очереди своей дождет. Я подхожу к детской площадке. Сейчас здесь будет шумно. Поэтому я на время отключусь. Дети идут. Идут с бабушками, с дедушками, с родителями на эту детскую площадку, которую полгода назад построили. Очень интересно. Я ее уже показывала в своем видео, где о площадках было очень многих. Воронежских площадках детских. Очень красивых. Которые расположены недалеко от моего дома. Солнце светит глаза. Поэтому буду немножечко отворачиваться в стороны. Очень интересно здесь походить, посмотреть. Всегда блогерам найдется что-либо снимать. Только выключишь телефон. А тебе, пожалуйста, что-нибудь интересное. Поэтому я недавно научилась на блокировку ставить. И потом быстренько включать. Вот шли, шли мы с подругой из леса один раз. Раз. Ежик дорогу перескакивает. Ой, быстрее подруга сняла. И меня потом перебросило. Потому что у меня был выключен телефон. И я не умела ставить его на блокировку. Теперь я научилась. Быстренько могу все это делать. Ну, все же человек учится чему-либо. У меня этот телефон полтора года. И только год каналу. Даже себя я не могла снимать одно время. Теперь меня научили. Хотя я не особо люблю. Считаю себя не фотогеничным человеком. Ну, ладно. Это такие мысли вслух. Кто-то любит себя выставлять. Кто-то не любит. Я не люблю. Но почему-то люди пишут, что надо себя. Ну, ладно. Проехали. Как говорят. Ой, сыро. Лужу обхожу. После дождика еще у нас лужи сохранились. И вот какая-то испарина. Действительно, как будто дождь еще будет. Ой, голубь здесь сидит. Ну, много чего интересного. Если на это все обращать внимание. Сейчас я буду проходить мимо того места злополучного, где я зимой сломала руку. Очень неприятно мне здесь ходить. Ну, кому бы было приятно. Ну, просто дорога проходит здесь. И обойти ее это очень далеко. Я, конечно, отворачиваюсь от него. Раньше здесь были трамвайные пути. Даже остатки вон рельсов остались. Здесь, возможно, сквозь лед и была какая-то железка торчала. Поэтому у меня такое злополучение приключилось. Ну, ничего. Здесь вот недалеко трасса машины едет. Вам, наверное, слышно от машин. Я сейчас перейду подальше от этих машин. И уже скоро почти дойду до этих магазинов, в которые я собралась. Они подальше от моего дома. Две остановки ехать. Но я не езжу, конечно, на маршрутке. Лучше пешком дойти, подышать немножечко воздухом. Мы и так недостаточно дышим. А летом вообще рекомендуют доктора не меньше пяти часов находиться на улице. Напишите, пожалуйста, кто из вас выполняет. Только те, у кого огороды, дачи, конечно же. А городские жители редко бывают. На работу, с работы, на работу, с работы. Ну, пенсионеры, может быть, погуляют еще с внуками. Вон какие дужи после дождя. Очень большие. Он недавно же был. Наверное, часа полтора, как закончился. Ничего себе лужака. Сейчас найду обход. Обязательно. А вот здесь пройду сейчас. Так, балансирую по бордюру. Я люблю вообще по бордюрам ходить. Но дети обычно ходят и за них, за их руку держатся родители или бабушки. А я люблю балансировать. Вот так равновесие. И бегом, 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 бегом. Мимо детсада прохожу. Очень хороший детсад. Вот здесь только детей. Ну, сейчас лето просто. Многие в отпусках родители. Дежурная группа работает. Воспитатели занимаются воспитанием. Отличные дети. Столько я видела здесь, когда проходила. Они делают, проводят подвижные игры, различную зарядку делают. Дети не сами себе предоставлено. Вот какая здесь раскрашенная картинка возле этого детсада. Прелесть просто. И лисичка, зайка, и медведь. Вон все персонажи. Петушок, даже солнышко. Детям просто отлично. А вот голуби отдыхают. Лежат. После дождя вон все мокрые-мокрые. Я здесь ценю уже. Майором их называем. Рассели какая бабочка красивая. Вон сидит. И бархатца я постричала здесь на этой клумбе. Клумба, конечно, прекрасная. Ухоженная. Еще одна прекрасная клумба. А вон какие майорные бордовые. Ой, красота вообще. Пока дойду до магазина на Любовь Сидова. Эта клумба обгорожена покрышкой. Посмотрите, бархатцы там растут. А вон еще тоже. Но там другие цветочки желтенькие. Вот, на три разделено. А там в середине еще кирпичами обгорожена клумбочка. Вот такие клумбы воронежи красивые. Но это возле домов. Здесь люди сажают. Вот я уже подхожу к этим магазинчикам. И на недолго с вами прощусь. На обратном пути еще кое-что покажу. Обратно я пошла другой дорогой и увидела вот такое прекрасное многоствольное деревце. Во многих местах Воронежа я их раньше видела в разное время года. Даже зимой оно очень декоративно. А сейчас на нем вот такие цветы-свечки высотой до 20 сантиметров. Очень красиво смотрятся. Источают огуречно-уксусный аромат. Позднее на месте свечей образуется гроздья ягод. И висят они до самой зимы. А осенью как красиво. Эта вот зеленая листва будет полыхать ярким багрянцем. Великолепно. Напишите, пожалуйста, как же называется это прекрасное дерево со своими вот такими великолепными цветами. И вот я уже подхожу домой. Купила все, что мне нужно. Погуляла, подышала. И еще и вам показала. Отгадайте, пожалуйста, мою загадку. Кто был сегодня со мной, я очень благодарна вам. Друзья, желаю вам всего самого доброго. Здоровья, мира, счастья, благополучия и удачи во всем, во всем. До свидания. Спасибо, что были со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok